Жители Владивостока отпраздновали День Народного Единства. Благотворительный забег в поддержку фонда «Влад Мама» и тяжело больных новорожденных детей собрал почти 800 человек. Всего собрано более 100 тысяч рублей. По словам организаторов, это самая большая сумма, которую фонд собирал на подобных благотворительных акциях. Вместе с приморцами по спортивной набережной пробежал и глава региона Олег Кожемяков. Сегодня много бежало молодежи, много людей старшего возраста, которые бежали лучше, чем мы. Задавали всем пример. Такие мероприятия всегда сплачивают люди. Они всегда были при море и думаю, что мы их будем продолжать и еще больше развивать. Праздник объединил многонациональный край на центральной площади города. С самого утра во Владивостоке буйствовал сильный ветер. Однако это не помешало приморцам прийти на площадь борцов за власть советов. Как важен такой праздник для России, как День Народного Единства? Наверное, важен. Народ надо как-то объединять. Посмотрите, здесь сколько летит. А для вас это что за праздник? Выходной очередной. Мне кажется, что мы не осознаем этот праздник. Просто цифра пока, число. И больше ничего не значит. Вообще очень важен. Но это надо, чтобы все переосмыслили. День Народного Единства показать, что Россия многонациональное государство и состоит из многих разных людей. И, соответственно, она в этот праздник придумана, чтобы показать нам, что мы едины на самом деле. Ну, чтобы как-то сплочать людей между собой. Чтобы собрать людей в одно единое. Да, между собой, чтобы люди больше друг друга любили. Со сцены прозвучали песни о треке группы «Марлины» и слова поздравления от олимпийского чемпиона Ивана Штыля. А вот руководитель края не стал говорить длинных речей и сразу представил слушателям главного гостя праздничного вечера – группу «Мумитроль». Безусловно, сегодня праздник, который объединяет всех нас, как объединяют все наши символы, мосты, площадь революции. И, конечно, Илья Логутенко. Мы одна команда, одно родимое Приморье. Итак, Илья, вперед, поехали! В первой части концерта прозвучали новые песни, которые вошли в последние альбомы группы. А позже, когда публика разогрелась, музыканты добрались и до старых, и проверенных хитов. «Медведица», «Невеста», «Утекай», «Дельфины» – эти песни. Вместе с Логутенко пела вся площадь. И, конечно, «Владивосток-2000». Прощаясь, Илья Логутенко пообещал обязательно вернуться в родной город в следующем году. А музыка в День народного единства стала той объединяющей силой, которая собрала, несмотря на суровую погоду, полную площадь приморцев. А это, к слову, 8 тысяч человек. Дмитрий Беломеснов, Игорь Болтов. Новости на восьмом.